добро пожаловать на самую большую на ютубе подборку разбору задач с параметром сегодня разбираем номер 109 сайта motos.ru и прежде чем перейдем к разбору хочу напомнить что очень полезно будет подписаться на мой телеграм-канал по подготовке гигана 90 плюс qr-код перед вами ссылка в описании а также доступен на степике мой курс 44 задачи с параметром это практический курс для подготовки к решению задачи с параметром и так 109 номер найдите все значения а при каждом из которых вот такая вот система уравнений имеет ровно 4 различных решения так 4 различных решения как тут может получиться вот мы видим что оба уравнения квадратные о чем нужно порассуждать тут прежде всего ну на самом деле прежде всего нужно решить сначала второе уравнение когда квадраты двух чисел равны когда либо y равен x либо y равен минус x здесь некоторые люди еще предлагают типа 3 4 вариант что минус y равен минус x и минус y равен x но на самом деле если задуматься это то же самое что 1 2 то есть вот этот одно и то же уравнение вот это вот одно и то же уравнение поэтому нет на самом деле вариантов только два а как можно здесь рассуждать чтобы вот не уйти в такие дебри до с четырьмя варианты можно конечно же все перенести в одну сторону например вот так вот и получить разность квадратов и потом уже просто каждый из множителей отдельно приравнять к нулю вы получите ровно вот такое вот так окей это у нас второе уравнение но получается дает нам два варианта то есть как бы мы находимся либо тут либо тут и что у нас тогда получается с всей этой системы здесь главное не бояться вот этих вот скобочек у нас получится совокупность двух систем то есть у нас либо y равен x и при этом первое уравнение либо y равен минус x и при этом первое уравнение собственно и так как я говорю либо либо то получается у меня совокупность так как я внутри этих вот либо говорил и получается вот такие вот две системы но не знаю мне вот это вот кажется супер логичным и понятным если вам сложно вот такие вот большие скобки напишите пожалуйста в комментариях я буду стараться тогда оформлять без совокупности двух систем. Итак, что мы делаем? У нас получается вот в это уравнение надо подставить y равен x. x равно тогда получится вместо y a плюс 3x квадрат плюс 2x, а правую часть мы просто переписываем. Все. y равен минус x, подставляем минус x, равно a плюс 3x квадрат плюс 2x, плюс то же самое. Что дальше надо будет сделать? Давайте теперь просто вот отдельно рассматривать эти два уравнения. Понятно, что просто эти уравнения тащить не очень интересно. Значит, a плюс 3x квадрат получится плюс 2a минус 1, да, если x мы слева направо перенесем и вынесем за скобки, то получится 2a минус 1x. Плюс а минус 3 равно нулю. Окей. И теперь во втором уравнении то же самое дело. Мы видим, что эти уравнения будут отличаться только вот этим вот знаком. То есть у нас здесь будет плюс 1, здесь минус 1. Плюс а минус 3 равно нулю. Что теперь надо сказать? У нас совокупность, да, будет совокупность двух квадратных уравнений. Каждый из этих уравнений может дать два решения. И нам надо, чтобы вся исходная система имела ровно 4 различных решения. Но, видимо, нам и нужен сценарий, когда реализуется максимальный потенциал. То есть и здесь два решения, и здесь два решения. Соответственно, каждый из дискриминантов этих квадратных уравнений должен быть положительным. Давайте посчитаем дискриминант. Это получается вот это в квадрате минус 4 на это на это. Так, 2а минус 1 в квадрате сразу раскроем. 4а квадрат минус 4а плюс 1. Минус 4 на произведение а плюс 3а минус 3. Ну, это а квадрат минус 9 у нас будет. И здесь мы получается 4а квадрат плюс 4а плюс 1. Точнее, 4а квадрат плюс 4а плюс 1. Хочу просто показать, что у нас различие будет только в этом знаке. И все это больше нуля, больше нуля. Итак, еще раз. Смотрите, здесь вот со скобками важно не путаться. Держите всегда в голове, что мы делаем. Мы рассматривали совокупность двух систем, да. Здесь можно, конечно, дописать. Давайте допишем, чтобы было понятно, откуда что берется и что зачем следует. Вот мы рассматриваем вот такую вот совокупность. Чтобы эта совокупность дала 4 решения, у нас и тут, и тут должно быть по 2 решения. Обратите внимание, я связываю логическим или, значит, у меня 2 этих условия должны выполняться одновременно. И этот дискриминант положительный, и этот одновременно выполняется, поэтому я в фигурную скобку это заключаю, систему решаю. Итак, раскрыв скобки, я получу, что минус 4а квадрат и 4а квадрат здесь сокращаются, и получится таким образом минус 4 на минус 9 это 36, и тут это минус 4а плюс 37 больше нуля. И при этом еще 4а плюс 37 тоже больше нуля. Так, окей, если теперь все в одну сторону переносить, мы получим а меньше 37 четвертых и а больше минус 37 четвертых, потому что здесь у нас будет написан знак минус. Хорошо, вот такие вот два неравенства у нас получаются в системе. Понятно, что решениями являются все а от минус 37 четвертых до 37 четвертых. Так, что же мы получили? Вот можно, казалось бы, писать уже ответ. Все, у нас 2 квадратных поравнений, у него должно быть по 2 решения, дискриминанты положительные, вот система, мы ее решили, все. Но слишком просто, да? Конечно же, так просто не бывает. Итак, что может пойти не так? Почему мы можем здесь при таких значениях параметра ада получить не 4 решения? Два сценария, когда все идет не так. Первый сценарий. Уравнения не квадратные. На самом деле, если присмотреться, эти уравнения, вот я два раза уже за это решение, по-моему, сказал, что это квадратное уравнение, но при этом в голове держал, что вообще-то сейчас вас немножечко обману, потому что это не всегда квадратное уравнение. Всегда имейте в виду, что у квадратного уравнения перед x квадратом должен быть коэффициент, равный не нулю. Соответственно, первый случай, когда может что-то пойти не так, это а плюс 3 равно нулю. Я сразу просто сходу пишу а не равно минус 3. Потому что если, да я даже рассматривать это где-то отдельно не буду, я просто скажу, что а не равно минус 3. У меня должны быть только квадратные уравнения. Если а равно минус 3, то у нас будет линейное уравнение, которое имеет либо ровно одно, либо бесконечно много решений. И, соответственно, ровно 4 решения я из этого слепить никак не смогу. Поэтому а просто строго не равно минус 3. Это первый сценарий, когда может что-то пойти не так. Ну и второй сценарий, когда что-то идет не так, если вы достаточно много решаете задачу с параметром, уже понимаете какой. Это сценарий, когда просто совпадают корни. Вот давайте подумаем, как могут здесь совпадать корни. У нас уравнение y равен x и y равен минус x. То есть у нас получается из первого уравнения, да, ну то есть из первой системы вот этой вот. То есть здесь у нас могут быть уравнения, решения пары чисел, только совпадающие между собой. То есть, например, я получу вот из этого уравнения x равный, скажем, 3 и 2. Тогда, подставив еще сюда, я получу две пары. 3, 3 и 2, 2. Вот две пары таких чисел. 3, 3, 2, 2. Здесь у меня будут пары чисел, каких? Если я получу здесь, например, решение там 4 и 7. У меня будут пары 4 минус 4 и 7 минус 7. То есть, обратите внимание, чем отличаются решения, получаемые вот отсюда и отсюда. Здесь у меня пары совпадающих чисел, а здесь пары противоположных чисел. Так как же возможно вообще совпадение? Ну, если прям призадуматься, то возможно только такое, что и здесь, и здесь будут решения 0, 0. Потому что 0 это единственное число, которое нет противоположное. Ну, то есть и здесь тогда получится решение 0, 0. И здесь 0 минус 0 писать глупо, поэтому будет тоже 0, 0. Соответственно, совпадение может быть только по нулям. Это значит, что x равный 0 не является решением ни первого, ни второго уравнения. Ну, тут на самом деле отсюда понятно, что просто а не равно 3. То есть, еще раз, если подставляя x равный 0 вот в это уравнение, да, оно должно быть x равным 0, не должно быть точнее решением. То есть, здесь у нас будет 0 плюс 0 плюс а минус 3, не должно быть равно 0. Соответственно, а не равно 3 тоже. Вот. Мне кажется, достаточно подробно объяснил. Давайте еще по-другому зайдем и посмотрим, как это может... Можно понять, как вот это вот совпадение решения. Смотрите, давайте графически попробуем еще прикинуть. Ведь графически я вообще ни разу не заикался, сразу начал решать аналитически, хотя обычно рассуждаю, как мы будем решать так или иначе, графически или аналитически. Ну, большинство решает здесь аналитически, поэтому я, собственно, так и начал показывать. Но если немножечко порассуждать графически, то у нас ведь здесь y равен x, y равен минус x, это вот такие вот прямые. И в целом, я вот просто начертив этот рисунок, уже ответил на все вопросы. Да потому что мы видим, что совпадение возможно только вот вот здесь вот в пересечении, в 0, 0. Но давайте дальше дорассуждаем. Вот у нас это, да эти две прямые, это вот это второе уравнение. Решение получается, когда множество точек первого уравнения пересекает множество точек второго уравнения. А какое множество точек за первое уравнение? Ну, это какая-то парабола. Вот. Нам, например, подойдет какая-нибудь вот такая ситуация, когда парабола пересекает, ну, я ее сейчас криво нарисовал, чтобы она пересекала. Вот такая вот парабола, более симметричная. Парабола пересекает и первую, и вторую, и первую, и вторую прямую. И вот у нас четыре различных решения получается, да. И когда у нас получится, собственно, не 4 решения, хотя она по 2 раза пересекает и первую, и вторую прямую. Вот в такой ситуации, когда парабола просто проходит через точку с координатами 0,0. Поэтому я могу вообще исходить просто из того, что я 0,0 подставляю в первое самое уравнение. Соответственно, получится 0 равно А плюс 3 на 0, плюс еще 0, плюс А минус 3. Соответственно, А минус 3 должно быть не нулем, и А должно быть равно 3. Таким образом, вот все, на этом, как бы, теперь уже точно решение закончено. А должны быть вот такими, не минус 3 и не тройка. Очень симметрично все у нас получилось. Так, давайте запишем ответ. Как в таком случае? Можно, конечно, записать от минус 37 четвертых до минус 3. От минус 3 до 3, и от 3 до 37 четвертых, да? Там через промежутки понятно, что большинство смогут записать. Надеюсь, каждый, кто берется за решение задачи с параметром, сможет это записать. Но я ответ запишу иначе. Я люблю записывать вот так вот, когда от минус 37 четвертых до 37 четвертых пишем и все вот это. Мы ведь по логике решения даже так получили. Мы получили вот этот вот отрезок, точнее интервал, и из него потом убрали две точки. Убираем плюс минус 3. То есть вот это вот у нас такой слэш обратный. Это, собственно, убирание каких-то значений из множества. И облучается из множества вот этого убираю 3 и минус 3. Я вообще частенько так записываю ответ, но мне кажется, не всем понятно. Итак, вот такое вот решение, такая задача. Если возникли вопросы, обязательно пишите их в комментариях. Также напоминаю про телеграм-канал и курс на степике. Практически курс по подготовке к задаче с параметром. Если у вас какие-то проблемы с задачей с параметром, обязательно заходите, берите этот курс. И там много, как минимум, практики получите. Подписывайтесь на этот канал, ставьте лайки. Увидимся на следующих разборах, как говорят у нас в Мексике. Auf Wiedersehen.